добрый день хочу всех сегодня поздравить с православной паской и конечно же покажу вам соответствующие украшения как мне кажется красивые вот постаралась украсить стол по мере возможности чтобы было видно что это пасха видите у меня есть такая вот панелька вазочка потом это яйцо мне прислали из германии да ну вот она у меня так вот тоже стоит потом такой цыпленок это ясенюхин угостили меня шоколадки такой котята мои и птичка да это духе а вон да как то так сложилось что одни люди продавали очень большую коллекцию а вот я ее купила сразу все и хотя собирать не намеревалась но так получилось что купил да и теперь потихоньку я иногда когда бывает возможность и в продаже они бывают я подкупаю скажем так сейчас хочу вам просто показать да что я купила за это время на днях буквально и уже мне успела прийти значит вот такой вот лут был да духи мне надо были вот эти конечно духи я люблю живанши у меня там ход кутюр потом ангел и демон ну еще парочку да ну и вот я купила вот эти они были не новые но я подумала что раз там есть бутылочки а вон да ничего не случится если я куплю еще духи потом вот такие да я они были все в коробках и сколько там но я не знаю но тут момент теперь знаю вот я купила потому что это я не помню кому принадлежит да тоже такая бутылочка забавная вот но там были вот эти вот по моему а вон да если не ошибаюсь потому что у меня есть такая коллекция похоже вот немножко отодвину и вот эти да но в этих видите у меня таких не было они коробки но у них тут должен быть такой красивый цветок по моему если я не ошибаюсь но мне пришло быть цветка на нету его такая пластиковая ничего можно будет купить и с цветком как-то купить вот вот это вот я тоже иногда покупаю поэтому решила вам тоже показать сейчас ну и покажу вам брошки сегодня что успею да это старые запасы от моего продавца любимого еще какие-то украшения покажу а какие-то покажу следующий раз да так ну вот а еще хотела на знаете что показать не помню показывала или нет вот есть у меня вот такое украшение может быть кто-нибудь знает да что это за камешки да потому что украшение это такое интересное я его тоже купила в лоте она мне попалась из благотворительного фонда второго который такой более редко я там покупаю потому что они цены завышают и у них я люблю покупать очень много серебряных и золотых украшений мне попалась через них да и вот это вот украшение это золото 9 карат я не знаю что за камни да но я на ebay нашла такое же украшение только там серебряная цепочка камни указаны что это цитрины и стоит она 600 фунтов да ну конечно цену поставить можно какую угодно да но здесь как бы золото мало но она есть и вот такое украшение мне она тоже досталось я думаю что это какие-то в самом деле цитрин очень похоже да но надо купить такую штучку проверяйте камни я бижутерии не очень хорошо понимаю а камнях вообще ничего не знаю о камешках вот видите какая типка у меня еще есть ну и давайте покажу вам начнем вот такое колея очень красиво блестят камешки видите такие переливаются но очень неподходящая цепочка да я думаю что цепочка не это хотя вот в таких украшениях иногда попадаются такие мне кажется что сюда бы подошла ну чуть потолще вот этой да такая другое плетение это алюминиевая грубоватое здесь так все сделано вот вот такое украшение очень красивая цепочка наверное все таки будет менять потому что она мне кажется что в самом деле не отсюда да потом вот такое вот ну это более современное видите и здесь цепочка такая вроде бы подходящая вот тоже кристальчики только поврежден один вот этот вот листочек в этом украшении его можно кстати сразу носить вот такая брошечка брошечка водопадик очень хорошенькая так как я люблю эти камешки и бусики с покрытием видите какая таких водопадиков у меня много есть другими камешками да я сейчас посмотрю вот видите это ну наподобие да смотрите ну не промаркированные еще есть такая голубая белая у меня в смысле цвет камней а этот вот мои любимые и сиреневые видите так вот можно еще сюда-сюда-сюда и целый ряд такой от жадности повесить вот так вот тык-тык-тык-тык-тык ой теперь вот такой вот ангелочек у меня есть ангелочек наверное современный но от этого он не становится хуже такой смешной юбочка видите будет болтаться когда он пойдет даже губы накрашены и можно носить на цепочке он такой видите вот теперь вот такой вот цветочек вот вы знаете я смотрю и не понимаю тут или обрублено что-то должно быть или он такой и есть да я просто не помню этого лота потому что его я тоже не показывала но хранится он давно это я уже достаю из коробочки украшения сейчас тут что-то написано я прочитаю сейчас одну секунду что-то тут что-то тут джованни в общем я не знаю видите вот такое да штампик видно вот 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 такой вот а вот эти может быть так и надо ну ничего разберемся потом теперь теперь вот такой вот листочек камешки это по-моему бирюза ничего не побито очень хорошее состояние у этого украшения вот листик такой теперь такой вот клееверный листочек что-то наподобие у меня есть да и даже тут видите штампик стоит сейчас я посмотрю что это нет я даже если я посмотрю то я не пойму что это очень там такие буквы как-то просто не знаю не знаю вот это вот или чехословакия или что-то но в общем я не знаю вот видите что-то там вот такое вот украшение не хватает одного камешка но и вот этот клевер такая такое украшение хорошее теперь звездочка звезды я тоже люблю и она старинная правда не хватает нет камешка до одного или до одного ну камешек я поставлю и такие вот эти вот симпатично сделано двухъярусная звезда еще вот такой вот загогулинка такой типа бантик цветочки типа букетик и завязан бантиком ленточка болтается вот тоже такая симпатичная брошечка значит вот такая панелька видите какая смешная брошечка здесь все работает и вот такой вот камешек и в середине и эти такие лимонные ну немножко надо поджать зубцы но в целом брошечка вот сразу ее можно носить такая симпатичная вот так теперь хочу показать вам клипсы помните я говорила я была на поле у нас была выставка она бывает раз в году весной и там были серьги там были вот такие серьги только тут был другой цвет синий камень я не помню какой был красный да и мне они тогда так понравились и я не купила и видите это эмаль теперь в лоте мне вот они достались да я видела что они были в продаже ну и конечно же я их захотела купить это вот вот от моего продавца это те лоты которые он складывал так еще масса большая была в нем украшение и различные они были да сейчас там ну сейчас мне не очень нравится поэтому я покупаю пока во всяком случае для меня сейчас нету такого интереса как был раньше да теперь вот такие клипсики так клипсики клипсики под мои бусики любимые кстати у меня их не очень много клипс и сережек ну скапливается тоже вот такие хорошенькие вот да сюда же идет брошка помните у меня была такая круглая я тогда еще очень мне понравились вот эти вот как закреплены камешки на бусинке не просто а вот именно там еще камешек и он такой в крапанах и блестит ну вот еще у меня прибыла одна брошечка такая же я ту увидела мне она понравилась и теперь у меня видите вторая да вот она старенькая переделывать ничего не буду ну вот такая она да красавица положим ее вот сюда надеюсь помещается все потому что я так стол загромоздила но думаю что ничего страшного теперь вот такой вот листик листик хорошенький по-моему что-то написано но не хватает одной бусинки но бусинка это не самое страшное главное что он не очень потрепан и что-то написано ну видите так размыто размазано это надо усиленно тут вот читать тем более если ты знаешь компанию тогда всегда можно да кора иногда пишет так что там непонятно кора крафт но всегда можно разобрать да ну и тем более украшения коры такие известные показываемые поэтому можно что-то там определить даже таким людям не знающим как я о том вот такая брошечка да это брошечка я ее показывала это я по-моему ставила сюда вот этот вот камешек сама да хотя может быть и нет у меня таких несколько поэтому я не буду утверждать может быть это совершенно другая да она почему-то в лоте лежит который я не показывал может быть это другая потому что вы видели брошки повторяются да но все равно она симпатична очень вот эти камни такие большие у меня есть было таких две брошки и мне из них сделали еще когда я была молодая сделали серьги да такие большие тут крючки такие припаяли это все убрали и у меня было вот таких вот две серьги и подарили мне понимаете ну уши отрывались да вот такие ну было красиво во всяком случае необыкновенно потому что на то время такие украшения у нас в союзе не было даже в той стране в которой я жила хотя она близже не считалось зарубежье такая брошечка не хватает одного камешка да но такой камешек найти можно вот эти вот тяжелее вот такая нежненькая и положим ее вот сюда вот теперь вот такая азагогулинка какая-то это эмаль голубая и такая она тот кто не любит цветы а любит более такую техничный листик скажем так вот это для тех да людей теперь хочу вам показать еще одни бусы да бусы пластиковые не самый мой любимый материал но бусы смотрите какие четырехрядные причем они не перенизывались насколько я вижу да может быть немножко вот подраспустились но ничего но зато смотрите какой замок я видела такие брошки есть да там что-то болтается тоже у них мне достались вот такие бусинки бусы с такой вот с таким красивым замочком видите они не очень длинные но конечно носить я их не смогу потому что менять нитки я не хочу а так буду бояться потерять ну буду доставать и любоваться просто хотя бы замком и радовать себя что у меня есть такое украшение вот теперь вот такой вот букетик это считалось по-моему ирисовое стекло но во всяком случае похоже да вот и вторая вот такая веточка это тоже было в этом лоте их было две я решила что мне они нужны с этой стороны вот так с этой вот так вот да вот видите такое такая красота мне досталась вот тоже тоже я в последнее время тоже вы видели часто покупаю особенно в серебре мне они нравятся поэтому вот такая брошка брошка наверное Чехословакия я думаю да может быть Германия вот такая да очень тоненькая тут нету ничего такого особенного ну здесь немножко стерлись но очень хорошо сохранилась она была не очень чистая но я вчера думаю надо поздравить всех с Паской достала вот эти лоты из у меня такая сундучок большой такой и там вот все что я не показывала лежит такие вещи я их припасаю для праздничного случая вот так что такая я вот вот брушечка спрей моя любимая ну конечно все надо подрасправить видите цветочек я его даже не заметила сразу ну и надо подрасправить понятно да ну такие очень блестит красиво камешки красиво блестят ну и такая скажем незанушенная прямо скажем очень очень аккуратненько я вот теперь что тут у меня еще есть вам показать есть у меня бантик вот такой вот чудесный конечно бантик заношенный да выношенный совсем выношенный такой и камешки как-то вроде бы блестят но так немножко полинялые ну видно бантик любили носили он такой видите симпатичный кокетливый камешки конечно я поставлю ну вот как его почистить чтобы он блестел как-то можно все вытащить покрыть но я этого делать не умею и поэтому останется бантик такой как есть да вот куда же мне его давайте вот сюда симпатичный теперь значит хочу показать вам знаете что хочу показать вам бусики такие попались ой тянется целый там ряд бус вот вроде бы в коробочке вымотала так аккуратненько чтобы ничего не задевалась хочу показать вам вот смотрите что у меня есть одну секунду попалась мне два таких браслета но браслеты я думаю что они современные или может быть кто-то сам их делал видите на такой резинке вот и они такие может быть это вот на резинке но на резинке так они видите резинка такая неудачная и на очень тоненькую руку да поэтому надо будет переделывать наверное вот 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 ну я думаю что делалось оно может быть вот к этому украшению как-то оно в одном лоте да сложилось может быть продавец сложил видите тут тоже бусики с эффектом ну такой он бледненький эффект не так переливается но не так ярко я вам скажу но мне кажется что это более современные бусы я думаю поэтому они так видите замочек вроде бы старенький но бусики переливаются не очень да ну ничего нам они все равно нужны и я думаю что тот кто заходит ко мне на канал знает что эти бусы великолепны мною обожаемы и я знаю что у меня есть люди которые меня поддерживают и которые тоже их любят вот значит на комментарии не ответила извините но все прочитала да там сатиновые бусики есть одна девушка она в Чехословакии живет вот видите какой замочек я думаю что вы ее прекрасно знаете многие и она одно время продавала сатиновые бусы и если вы хотите вы можете просто купить и для себя сложить их поставить красивый замочек все сделать красиво и радоваться вот эти бусики я не знаю что это это стекло может быть это хрусталь потому что они очень-очень светятся я не знаю сейчас камера вам передаст или нет может быть они менялись потому что немножко жестковатая леска да но очень красиво блестят да и такой замочек видели да у меня таких тоже нету потом вот такая брошечка брошечка чем-то покрыта да такой как эмаль видите листик какое-то покрытие да такой веночек вот скромненький симпатичный нелюбимый мой жемчуг но я его теперь покупаю но только покупаю этот как он там культивированный вот потому что он натуральный конечно же я еще не созрела простого у меня вот масса а только в общем то я пока могу себе позволить скультивированный вот такой вот медальончик что-то там наверное это вышитое но оно тоже есть в этом лоте вот ну и хочу вам показать последнее украшение да на сегодняшний день вот такое это это бусики бусики я думаю что это какой-то камешек а может быть такое стекло да я бы подумала что это из камня они очень тяжелые да очень красивые у них такой приятный цвет вот так знаете хочется как малинку скушать вот я вам говорю такие они и очень приятные вот знаете вот четкие вот люди молятся а ты просто моторику развиваешь знаете очень файне ну и заключительное хочу показать вам смотрите вот такое сердце его можно носить и на цепочке и как брошку видите какое правда здесь нет по моему серединки тут что-то должно быть наверное какой-то камешек но его нет я его обязательно найду поставлю я не очень люблю сердца но это вот так вот мне нравится так что дорогие мои зрители люди которые ко мне хорошо относятся ну даже и кто не хорошо и люди равнодушные еще раз поздравляю вас с праздником потому что я так хочу я хочу чтобы у всех все было хорошо чтобы все радовались жизни чтобы у всех был праздник в душе на улице и вообще чтобы все радовались жизни вот я так хочу я вам желаю искренне еще раз их поздравляю и жду вас на своем канале до свидания до встречи до встречи